3 ноября Клязьминская поликлиника не работала. Это единственный день, когда ее работники позволили себе отдых в честь важного события – 90 лет со дня основания. Поликлиника здесь была организована в ноябре 1931 года. Про историю нам рассказывает старожил поселка Майя Крастелева. Она почти ровесница учреждения. И называлась это не поликлиникой, а амбулаторией. Потому что не было большого количества врачей, а было всего-навсего два врача-терапевта, которые лечили и детей, и взрослых. И, кстати, были по принципу земских врачей, по принципу семейных врачей. То есть, врач вел не только, допустим, ребенка, но и родителей. Сейчас здесь работает более чем 50 сотрудников. Функционирует дневной стационар терапевтического профиля, педиатрическое отделение, офтальмологический кабинет, который можно назвать лучшим в районе. Хорошо укомплектованы физиотерапевтические и стоматологические кабинеты. Ожидаем в эксплуатацию модульной газовой котельной, которая будет проводить отопление нашему учреждению. Ожидаем в конце года, возможно, рентген-аппарат, который у нас сейчас отсутствует. Поступило много оборудования по программе ковидных вакцинаций. Понятно, это и морозильные камеры, и пульсоксиметры. То есть, все необходимое оснащение, которое требуется для качественного проведения вакцинации от ковид. Именно из-за ковид-ограничений юбилей отмечают просто и камерно. Награждают лучших. Поздравить приехал и главный врач областной больницы. По праву, сегодня в нашей поликлинике является одной из лучших поликлиник среди 31 амбулаторно-поликлинического подразделения нашей больницы имени Розанова. И по количеству положительных отзывов и по количеству тех позитивных событий, которые происходят сегодня в жизни нашего учреждения, ваша поликлиника по праву занимает лидирующее место. Благодарственные письма и почетные грамоты получают работники руководства поликлиники. Отмечают тех, кто давно и плодотворно трудится. Лидия Михайловна Юрина 27 лет работает хирургом в этой поликлинике. Делает малоинвазивные операции, работает за компьютером сама. Для многих является примером здорового образа жизни. Спасибо вам за труд, крепкого здоровья, счастья, благополучия. Многие ветераны труда не смогли прийти на мероприятия, так же, как и члены инициативной группы, которые помогают поликлинике. Например, добились рентгена. А в 2017-м дошли до министра здравоохранения с просьбой сохранить в поселке эту поликлинику. И все было не зря. Сейчас учреждения функционируют на радость и удобство пациентов.